Здравствуйте! В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях член Совета Федерации Федерального Собрания от Ненинского автономного округа Римма Галушина и уполномоченный по правам ребёнка в НАУ Галина Гуляева. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в студии. Вы сегодня вместе не случайно, Римма Фёдоровна. Вы были предшественницей Галины Николаевны на этом посту. И до сих пор проблемы, которые вы решаете, сфера вашей деятельности схожа. Но есть какие-то особые точки соприкосновения? Вот расскажите о них. Есть ли у вас совместные проекты? Да, конечно. И я очень благодарна Галине Николаевне, что она откликается и продолжает те вопросы, которые действительно необходимо, так скажем, контролировать. Но у нас есть и совместные вопросы по опеке и попечительству. Мы все прекрасно понимаем, что, в принципе, назрела некоторая реорганизация органов опеки и попечительства, потому что действительно вопросов очень много. И они так или иначе всё равно появляются и на экране, и говорят в СМИ очень много о них. Вот. Сейчас вот буквально на последнем пленарном заседании весенней сессии приняли очередной законопроект, направленный вот на... который касается регионального банка, вернее, федерального банка родителей, лишённых родительского попечительства. Потому что действительно возникали вопросы, когда родители лишают родительских прав и лишают, допустим, опеки и попечительства по их вине. Но, тем не менее, они могут, допустим, переехать в другой регион и снова претендовать, да, снова претендовать на опеку, вот, чтобы исключить такие случаи. Кроме того, ещё, значит, были риски такие, что органы опеки и попечительства передавались неоднократно из соцзащиты в образование, наоборот, из образования в соцзащиту. В каких-то субъектах это отдельные комитеты, где-то это структурное подразделение какого-нибудь регионального министерства, и документы теряются. И тоже вот возникают такие случаи, когда, допустим, опекуны, лишённые своего опекунства, снова претендуют и снова становятся опекунами. Вот чтобы таких моментов избежать, вот сейчас принят федеральный закон о том, что будет федеральная база, где уже все регионы будут видеть все решения судебные, которые касаются именно лишения родительских. Всё, закон принят уже на последний год. Да, да, одобрен Советом Федерации на последнем пленарном заседании. И, в принципе, таких вот вопросов сейчас у нас уже, в принципе, готов тоже пакет законов по внесению и в Семейный кодекс, и в 48-й федеральный закон. И вот все вот эти вот моменты, потому что прежде чем принять то или иное, допустим, решение, конечно же, я в первую очередь советуюсь вот как раз с Галиной Николаевной, которая, ну, в опеке она, в принципе, всю свою сознательную жизнь наездила. Поэтому, конечно же, мы вот все вот эти вот вопросы обсуждаем и готовим вместе. Галина Николаевна, а как сейчас обстановка в Нинском округе вот с родителями, которых лишили родительских прав? Меняется как-то ситуация? Вы знаете, я хотела бы еще сказать вот по первому вопросу, который к Риме Федоровне был адресован. Дело в том, что, я думаю, вообще замечательно, что мы сотрудничаем, потому что у меня есть, конечно же, и у Римы Федоровны определенный опыт работы вот в этой сфере, у Римы Федоровны в образовании, и она как раз входит в те советы, комитеты, я не знаю, как называется, в Совете Федерации, который занимается вопросами как раз совершенствования федерального законодательства. И поэтому те наболевшие вопросы, а мы как, мы же в регионе находимся, и мы на местах, мы знаем, какие моменты у нас надо менять. Поэтому наша вот эта практика, она поможет, а это прямой мост к тому, чтобы нас услышали на федеральном уровне. Поэтому я, например, думаю, что это такая структура, она очень правильная, и вот мы уже несколько раз совещались по поводу одного проекта закона, по поводу другого проекта закона. Сейчас буквально, Рима Федоровна, мы приглашаем тоже специалистов органов опеки, и буквально на ходу решаем, что нужно менять в федеральном именно законодательстве, потому что мы как региональщики прежде всего зависим от федерального законодательства. И уже наше законодательство, оно будет базироваться на федеральном. Поэтому сейчас, вот я повторяюсь, буквально собирались, посмотрели, что нужно менять в первую очередь, и уже Рима Федоровна будет на... Например, что нужно менять? Какие-то острые проблемы. Дело в том, что ведь вот эти коллизии, которые возникают, они как раз видны правоприменителям, вот тем людям, которые на местах пользуются этими законами, используют эти законы. И вот, ну, например, что касается закона об опеке и попечительства 48-го ФЗ, значит, там есть статья, которая, значит, говорит о том, что у органа опеки и попечительства есть, кроме всех перечисленных функций, есть и иные функции. И вот как раз вот это вот слово «иные», оно позволяет, например, ну, дополнительно на специалистов органов и опеки, не вводя ей дополнительные единицы, но на существующих уже сотрудников, добавлять им несвойственные, ну, для них полномочия. Это проблема не только нашего субъекта, это проблема и других субъектов. Я знаю, что в других субъектах вот сотрудники вплоть до проведения торгов на жилье для детей-сирот, допустим, и введение каких-то, допустим, базы по правонарушениям. То есть вот те, которые специалисты органов опеки и попечительства, по сути, не должны исполнять. Вот чтобы вот их защитить в этом плане, вот сейчас я тоже буду прорабатывать вот этот вопрос, чтобы действительно, потому что изменения мы пакет уже подготовили, ну, не подготовили, вернее, готовим сейчас в ходе. Вот, и поэтому, конечно, на этой стадии ещё можно вмешаться и вот всё-таки, ну, объяснить, нет, объяснить необходимость эту, и я думаю, что меня поддержат. Кроме того, вот сейчас, например, буквально недавно Галина Николаевна тоже рассказывала, что случаи, когда восстанавливаются родители в родительских правах, ребёнка при этом не дают родителям, он остаётся в приёмной семье. То есть, да, суд выносит, суд имеет право вынести такое решение, что родителей восстановить в родительских правах, но в интересах ребёнка, ребёнка оставить в приёмной семье, в которой он сейчас находится. Да, статус ребёнок теряет, потому что родители восстановлены в родительских правах. Приёмная семья, естественно, значит, теряет, ну, Да, естественно, содержание вот это своё. И поэтому вот эти вот моменты, конечно, их нужно согласовывать и нужно приводить в соответствие. То есть у нас такие случаи тоже были, Галина Николаевна, да? У нас раньше не было, вот буквально сейчас возник такой случай в суде, первый. Вот, поэтому и, в общем-то, не знаешь, как поступить правильно, потому что эта норма, она не отрегулирована законодательством. Я бы ещё дополнила один момент, тоже очень такой острый для нашего региона. У нас наша территория большая, да, Ненецкая, отдалённые посёлки. И в каждом из них находится по той семье, которая должна быть в поле зрения органа опеки. Либо это семья опекунская, либо приёмная семья, либо неблагополучная семья. И в отношении каждой такой семьи есть порядок обследования, проведение акта обследования. И, в общем-то, это должен делать только специалист органа опеки. Из-за того, что у нас вот такая отдалённость, получается, что специалист улетает, скажем, не знаю, в Угрино или ещё куда-то далеко, и возвращается через неделю. Работа стоит, а только он имеет право такой акт сделать. То есть это настолько неудобно для небольшого количества специалистов, которые у нас работают, что вот эти сроки, они и нарушаются. И то есть это объективно происходит. Это не потому, что кто-то не хочет работать. И вот эта проблема, она тоже Римме Фёдоровне уже озвучена перед Министерством просвещения, потому что вот в настоящее время она не отрегулирована. Её надо как-то корректировать. Причём это происходит не только в нашем округе, это происходит на всех северах наших. Да. А как обстоят дела с теми, кто лишён родительских прав? Галина Николаевна, много таких в Ниньском округе? Какая с ними идётся работа? Ну, база есть лиц, лишённых родительских прав, опека её ведёт. И она пополняется, к сожалению, ежегодно. Ежегодно порядка 30 граждан у нас в округе лишаются родительских прав. Это достаточно много. Это граждан. То есть это, например, мама, папа. Да, то есть это именно граждане. Кого-то ограничивают в родительских правах, это есть небольшая разница. И, в общем-то, восстанавливается в родительских правах гораздо меньшее число граждан. Поэтому, к сожалению, это число растёт у нас по таких вот лиц, лишённых ограниченных родительских правах. Но хочу сказать, что с момента, скажем, 2010, я так вспоминаю, 2009 год, детей, которые оставались без попечения родителей, конечно, было больше, надо сказать, чем сейчас. Почему? В том числе это связано с тем, что очень плотно работает вся система профилактики с семьёй. С семьёй работают, их сразу не лишить родительских прав. Хорошо это или плохо, в разных случаях по-разному. Но в любом случае опека или прокуратура, они не могут прийти в суд с одной бумажкой. Вот надо лишить родительских прав. Надо накопить определённый пакет документов, доказательств для того, чтобы семью подверглись такому, скажем, наказанию, детей отобрали. Поэтому вот такая работа, она занимает время. И поэтому детей меньше, конечно, стало в том банке данных детей, оставшихся без попечения родителей. Но я бы вот ещё хотела сказать, что мы опека, опека, опека. А на самом деле вопрос гораздо глубже, да, вопрос ответственного родительства. Да, я только, да. Да, то есть что вот мы надо... Я вообще считаю, что нужно в первую очередь поддерживать хорошую, здоровую семью. Или семью, которая, знаете, вот чуть-чуть уже идёт не по тому пути. Потому что есть семьи, которые никакая профилактика, их ничего не удержит. Но, к сожалению, они и рожают много детей. Они, ну, это я бы не сказала так категорично. Но, знаете, вот я просто говорю по опыту своему, что есть семьи, которым действительно можно помочь, и опытный глаз такую семью увидит. Здесь, да, здесь тоже я благодарна, что, Галина Николаевна, вот у нас такая преемственность состоялась. Потому что ответственное родительство, это была как раз тема вот у меня как полномоченного очень серьёзной. И тоже проводили мы такую целенаправленную работу вместе со всеми субъектами профилактики. И Галина Николаевна тоже её сейчас продолжает. Это действительно вот из всего того, что сказала Галина Николаевна, конечно, это вот вытекает то, что очень важно вовремя, вовремя помочь семье. И здесь не только лектория, не только индивидуальное сопровождение этой семьи. В целом должна быть наша вся и гражданская позиция любого гражданина должна быть нацелена именно на это. Вас, как средства массовой информации, тоже должны побуждать людей вот к ответственному родительству. Меня, например, всегда очень беспокоит, мягко говоря, та ситуация, когда вот уже даже где-то в судах, где-то ещё на каких-то ещё официальных мероприятиях звучит такое понятие, как гражданский брак. Это не гражданский брак. Вот то, что там, допустим, идёт какое-то заседание или там заслушивает или на какой-то комиссии, да, это вот мой гражданский муж, это там моя гражданская жена. Да нет, это сожители. Это сожители. Гражданский брак — это брак, заключённый в ЗАГСе. Есть ещё, конечно, духовный брак. Это другое. И вот, ну, понятно, что люди к этому должны прийти. Но давайте вещи называть своими именами. Вот. И я думаю, что здесь вот вам тоже надо включаться в эту ситуацию, потому что, ну, с такой позицией, с таким мировоззрением, ну, далеко не уйдём. Надо всё-таки нам о семейных ценностях вот говорить как можно чаще, как можно больше. Дети воспитываются на примере семьи. Ну, конечно. А я хотела бы, раз мы говорим о том, что надо говорить чаще, просто под большим впечатлением поездки в Ямпто. Я уже тут одно интервью давала, в газету написала, потому что я и раньше знала, что там, в принципе, всё хорошо, да, вот с соответственным родительством. Но тут увидела воочию это. И хочу всем сказать, что, вот, знаете, пример для подражания. Просто пример для подражания. Потому что нету там случаев лишения родительских прав. Если ребёнок попадает даже в детский дом по причине, там, вот санавиация увезла, потом родителей забрали. Всё равно родители, они не пьющие. Они о детях заботятся. Детей воспитывают правильно, понимаете? Я почему делаю такой вывод? Скороспешный, может быть, конечно, я их очень сильно-то не знаю, да, этих людей. Может быть, это вот первый взгляд. Но я боюсь, я думаю, что я не ошибаюсь, потому что это видно. Вот мы сидим, и нам подают прям блюдо, понимаете, вот в чуме. Нам рады, мы гости. Нас обслуживают, можно сказать, молодые девушки, молодые, юные девушки, красивые все в этих сарафанах своих нарядных. И знаете, а вот приходят их матери, приходят их там более старшие, да, члены семьи. Они не бегают, они садятся, их также обслуживает молодёжь. А обслужить в чуме это надо? И по сутку помыть быстренько, и за водичкой сбегать. То есть это, ну, понятно, что это такие хозяйства, да, но вот это видно невооружённым взглядом. И если взять современную нашу семью городскую, вот мало где так построена жизнь, что мама с папой вы посидите, а мы тут всё сделаем, да, дети. Вот я не знаю, вот есть, конечно, такие семьи, к этому надо стремиться. Есть с кого взять пример. Да, это очень здорово, конечно. Илья Николаевна, вчера буквально состоялся круглый стол по проблеме детей вот с ограниченными возможностями, где участвовала общественная организация «Особое детство». Вот какие проблемы там были озвучены, к чему пришли? Можете рассказать. Мы с Римой Фёдоровной, да, вместе. Вот у меня был конкретный вопрос, почему я присутствовала там, потому что ко мне обратилась Чупрова Татьяна Владимировна, мама, воспитывающая ребёнка-инвалида, и она обратилась с вопросом, потому что она обращалась во все инстанции, но, к сожалению, ей везде объясняли, что всё правильно, всё хорошо. Значит, речь идёт о возмещении расходов на коммунальные услуги. Дело в том, что вот статья 17-я 181-го федерального закона, там чётко написано, что не менее 50% инвалидов оплачивается, и семьям, воспитывающим детей инвалидов. Всё, на этом статья заканчивается. И кто её как трактует, это, да, тем не менее, почему-то вот выплачивают всё-таки этим семьям, исходя из доли ребёнка в жилой площади. Вот, и вот мы вчера поставили точку на этом вопросе, я надеюсь, потому что я прорабатывала этот вопрос и с Минтрудом, запрашивала их, значит, разъяснения по этому вопросу. Я лично общалась по телефону с заместителем министра. Вот, и на самом деле, да, я получила ответ, что это всё во власти региона, всё это можно сделать. Ответ этот вчера я передала вот как раз в наш департамент здравоохранения, труда и социальной защиты. Я думаю, что будет подготовлен, ну, не думаю я, это решение такое, подготовить соответствующий нормативно-правовой акт, который вот расставит точки над ЕМИ. Или, Николаевна, ещё что решали? Я хотела бы вообще тоже сказать, что это... Вот губернатор вчера тоже прямо вот сказал, что вот равняться можно на такие общественные организации, потому что... Да, какие сильные, у них такая жизненная позиция вообще. Это самая уязвимая, да, одна из самых уязвимых категорий. Родители детей-инвалидов. Воспитать ребёнка-инвалида — это в 10 раз тяжелее, чем обычного ребёнка, и в 100 раз тяжелее. И вот эта организация, которую возглавляет Татьяна Анатольевна, они действуют правильно, я бы так сказала. Они не просто там просят что-то, договариваются с кем-то. Они работают. Они работают. Они за год сделали столько, что просто вот вчера озвучен был результат этой мощной организации нашего округа. Образцово-показательная. Когда она, кстати, возникла? Вот, и это умение руководителя, в том числе, вот выстроить правильную работу, правильную работу с органами власти, правильную работу, естественно, с тем контингентом, которые, да, они работают. Вопросов вот вчера буквально было очень много. Римма Фёдоровна уже один сказала. Есть вопросы и по, значит, медицинскому сопровождению, есть вопросы по получению образования и так далее. Много вопросов вчера было озвучено. Я хочу сказать, что, по-моему, только один вопрос у нас там повис. Это по земельным участкам. Ну, это в связи с тем, что вот опять же надо... Ну, не повис, он в работе. Да, ну, так сказать. Да, ну, не было, вот как вы сказали, точки поставлено. Потому что там надо тоже, скажем так, корректировать федеральное законодательство. И поэтому на нашем уровне мы пока здесь вроде как ничего не можем сделать. Мне, конечно, очень подкупает всегда позиция нашего губернатора. Он, ну, вот, хочу сказать просто, вот, действительно, слова благодарности, что он не уходит от этих вопросов, а действительно сам приглашает, и сам приглашает эти общественные организации. И, ну, действительно, помощь огромная оказывается со стороны администрации округа. Но вот здесь Галина Николаевна права, вот, правильно построить работу свою. То есть они не просто пришли, дайте, дайте, они пришли с отчётом, что сделано. Но ещё вот для дальнейшей работы нам нужно то-то, то-то и то-то. Да, пожалуйста, да, вот всё, что возможно, всё, что в рамках правового поля, пожалуйста, всё сделаем. Родители, конечно, большие умницы, да, Галина Николаевна? Я уже повторюсь, да, очень жизненная позиция правильная. Да, и просто... Они любят своих детей, как они говорят, ничего страшного, да, вот так получилось. Мы просто должны там по-другому их немножко, да, воспитывать. И наша задача помочь им. Да. И задача нашего общества быть толерантным. Толерантным, да, к такому же именно. Нам уже надо менять, да, к ним отношения уже. И самим родителям не стесняться, потому что я смотрю, общество уже меняется. Вот, с вами, наверное, согласитесь, уже спокойно. Вот, и с такими детьми, когда мои дети играют, всё спокойно происходит. Они даже не замечают каких-то, может быть, недостатков. Я думаю, дальше надо вести такую работу, и всё, получится. Скоро у нас с начала учебного года. Вот какие основные школьные вопросы находятся в вашей повестке? Ну, это, наверное, больше, да, сейчас. Ну, Галина Николаевна тоже, я думаю, скажет. Она сейчас тоже в такой должности, что обязана смотреть все эти, наблюдать все эти вопросы. Конечно, вот сейчас, опять же, возвращаясь к общению ЕМПТО, значит, я разговаривала с родителями, разговаривала с детьми по вопросам кочевого обучения. Это очень важный вопрос. Это такой многострадальный законопроект. Это такой многострадальный законопроект. Пытаемся внести изменения в федеральное законодательство где-то в течение пяти лет. Но, в общем, не получается состыковать такие технические моменты все. Сейчас вот буквально недавно председатель нашего комитета Зинаида Фёдоровна Драгункина инициировала по данному вопросу встречу с Ольгой Юрьевной Васильевой, министром просвещения. И вот Ольга Юрьевна сказала, что раз надо вносить, значит, будем вносить. Вот мы создали рабочую группу, уже заседание рабочей группы состоялось, я тоже в этой рабочей группе. И вот мы, да, сейчас вот тоже готовим изменения в 273-й федеральный закон в том плане, чтобы у родителей была возможность получения образовательной услуги в кочевых условиях. Вот. И вот, конечно, вот по этому поводу я вот все детали проговаривала непосредственно с теми, на кого направлен будет этот законопроект. И я надеюсь, что всё-таки вот в осеннюю сессию мы завершим работу. Ирина Николаевна. Ну, школьные вопросы, на самом деле, вот если вот так вот смотреть по обращениям граждан, они на первом месте, уже не первый год. И чаще всего это связано с конфликтами, которые происходят в школе. Конфликт с разными участниками образовательного процесса. Учителя с учеником, учитель-ученик, ученик-ученик, родители-ученики и так далее и тому подобное. Вот эти конфликты, они, к сожалению, часто бывают такое, что выходят из-за границы школы. То есть он может быть погашен в школе уже, да, если это небольшой конфликт. Но не всегда так получается, поэтому вот мне становится это известно. А кроме меня весь город, да, знает об этом конфликте. То есть вот эти вещи, они у нас, к сожалению, происходят. Раньше тоже такое было. Ну, вот, может быть, потому что я сейчас этим больше стала заниматься, мне как-то это более близко стала тема. Что хочу сказать, что, ну, вот это одна из тем, да, которые постоянно на повестке дня. А ещё одна тема. Сейчас идёт приёмка учебных заведений, да, Поэтому в ряде школ я тоже побываю обязательно с представителями управления образованием. Далее хочу сказать, что запланировала я поездку в Каратайку. Наверное, она будет в сентябре, потому что в том числе были обращения по пришкольному интернату о том, что есть подплённые замечания. Поэтому я туда съезжу, посмотрю, что там происходит. Это вот ближайшие планы. Я тоже планирую в сентябре посетить ряд образовательных организаций, ну, с целью, конечно, в первую очередь, это посмотреть, какие существуют проблемы, и помочь в решении этих проблем. Кроме этого, я бы хотела ещё коснуться темы, у нас скоро образовательный процесс начнётся, и, конечно же, очень много жалоб было также и по поводу мобильных телефонов, по поводу использования мобильных телефонов и на уроках. И мы знаем, что учителям очень сложно в данной ситуации бывает, вот именно вот не хватает вот этого правового поля. Поэтому у нас тоже было совещание в Роспотребнадзоре вместе, значит, с Рособранадзором Сергеем Сергеевичем Кравцов присутствовало Министерство просвещения. Мы, в принципе, согласовали вот все эти вопросы, и к первому сентября, я думаю, что к августовскому педсовету уже будут подготовлены Министерством просвещения рекомендации по использованию мобильных телефонов, и я думаю, что вот этот вопрос будет урегулирован. Я знаю, что в ряде школ локальные акты уже подготовлены, согласованы с родителями, да, потому что это действительно проблема, ну, номер один, но в числе, да, таких вот серьёзных. Потому что детей надо тоже воспитывать и объяснять, как правильно пользоваться. К сожалению, да, мы не всегда можем посмотреть, на каких сайтах они находятся, да, и как на психику влияет. Это же тоже... Дети стали жестокие, и это факт, да, Римма Петровна? Ну, нет, на самом деле, что касается... Нет, что касается фильтра, они все, конечно, есть. В образовательной организации, значит, выйти на какой-то нежелательный сайт невозможно, потому что это сейчас всё уже урегулировано. За пределами образовательной организации, конечно, это уже задача родителей следить за тем, в каких социальных сетях и где находится их ребёнок. Ну, это в первую очередь вопрос безопасности. И я думаю, что все здравомыслящие родители, конечно, заинтересованы. Все средства, так скажем, безопасности, они постоянно рассказываются и в средствах массовой информации, и в каких-то буклетах. Я знаю, что и у меня вот эти буклеты были, и я проводила уроки информационной безопасности и для родителей, и для детей, когда была уполномочена по правам ребёнка. И Галина Николаевна тоже сейчас этим занимается. Поэтому это всё доступно, вся эта информация. То есть здесь, в принципе, конечно же, в первую очередь, опять же, мы говорим об ответственности родителей, всё, что касается за пределами образовательной организации. Всё, что в рамках образовательной организации и образовательного процесса, я думаю, что вот как раз сейчас ещё с этими рекомендациями это уже будет всё установлено. К сожалению, иногда так получается, что родители перекладывают ответственность на школу, да, что там воспитывать должны в школе. Нет, должны взаимодействовать. Бывает такое часто, да, Галина Николаевна, сталкиваетесь с этим. Ну, воспитание, конечно, это синтез, это, конечно же, в первую очередь, это вообще общество, в котором находится ребёнок. В первую очередь, конечно, это семья, потому что ребёнок изначально находится, он рождается в этой семье. Он, что такое норма поведения? Для ребёнка норма поведения, она прививается с поведением матери и отца. Да, почему я об этом тоже вот часто говорю. То есть если мамочка с ребёнком, с маленьким, там, с двухлетним сидит и пьёт пиво где-то в парке, то для него это норма. Или она сидит курить, для него это норма, это же мама, как это не может быть нормой? И пойди потом объясни, что нет, это так не должно быть. Поэтому, конечно, вот здесь ещё раз я хочу обратиться и к молодым мамочкам, чтобы они понимали, какая ответственность на них лежит. Потому что и в первую очередь, конечно, мы сейчас, и Галина Николаевна тоже разговаривает со старшеклассниками, и я тоже приходила к старшеклассникам вот в школах, рассказывала о том, что действительно не за горами тот период, когда вы станете родителями. Надо сейчас думать о том, какая это ответственность. Я насчёт гаджетов. Есть такая примерная статистика, она такая яркая. Если ребёнку 5 лет, вот пятилетний ребёнок, современному ребёнку, то целый год он сидел в телефоне. Если ребёнку 18 лет, то он уже там 6 лет сидит в телефоне. А вот если пятилетнего взять, например, 5 лет, год потерян. Ну, по-другому как сказать? Это страшная. А это главная статистика. И поэтому, конечно, борьба с этим злом должна быть. Последний вопрос. Вот следующий год президентом Путиным объявлен годом памяти и славы. И существует ли, на ваш взгляд, вопрос по организации патриотического воспитания подрастающего поколения? Ну, вопросы патриотического воспитания, конечно, они сейчас, в принципе, на должном уровне. И я знаю, что у нас и департамент образования уделяет этому значительное внимание. Я сейчас буквально вот когда после форума Россия-Белоруссия, российско-белорусского форума в Санкт-Петербурге, у нас было выездное заседание комитета Совета Федерации по образованию и новой культуры, в который я вхожу. Мы ездили в Ленинградскую область, в музей-заповедник, прорыв блокады Ленинграда. Дело в том, что вот и на Невском Пятачке, и на Синявских высотах погибли многие жители Ленинского автономного округа. Поэтому я предложила Александру Витальевичу, нашему губернатору, рассмотреть возможность направить туда детей наших. Естественно, конечно, предварительно подготовив провести для них лекторий, чтобы они действительно знали, для чего они едут. Он поддержал эту идею, я очень ему признательна, и я очень надеюсь, что у нас этот проект получится. Так совпало, что мы сегодня с вами встретились в праздник, День коренных малочисленных народов мира. Можете поздравить жителей нашего округа с этим замечательным днём? Дорогие жители Ленинского автономного округа, я сердечно вас поздравляю с этим замечательным праздником. Я желаю всем, чтобы все помнили свои корни, свои национальные корни, и, конечно же, воспитывали детей в духе национальных традиций. Я присоединяюсь. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо за конструктивный диалог. Спасибо. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был член Совета Федерации Федерального собрания от Ненинского автономного округа Римма Галушина и уполномоченный по правам ребёнка в НАУ Галина Гуляева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»